Сегодня криптовалюта и майнинг — это не только IT-технологии. В наше время это стало романтичным напоминанием о мифе об аргонавтах и золотом руне. Они не собирают золото в реках с помощью шерсти золотого руна, но они добывают реальные альткоины на Земле. Так они говорят. И сегодня мы разговариваем с генеральным директором и соучредителем проекта Golden Fleece Вахтанг Гамгагохия. Здравствуйте, Вахтанг. Сейчас настало время для первого этапа вашего проекта ICO. Пре-ICO завершено. Какова реакция блокчейн-рынка на то, что вы предлагаете? Нам поступило огромное количество отзывов от местной грузинской общины. Мы такого не ожидали. Сначала нашей главной целью было международное криптовалютное сообщество. Инвесторы, которые уже имеют опыт участия в ICO. Однако после нашего первого интервью на местном телевидении мы увидели огромный интерес со стороны местных жителей, которые поддержали наш проект. К нашей компании проявили интерес и местные бизнесмены, заинтересованные в майнинговом бизнесе. Мы также заключили соглашение с Mankey Capital. Они в несколько этапов инвестируют 25% от общего капитала, привлеченного через ICO. Инвестиционный климат в Грузии и реакция правительства на технологии блокчейна более чем положительные. У вас есть покровитель или защитник ваших интересов в правительстве? Чувствуете ли вы, что на государственном уровне понимают и осознают важность технологии блокчейн? Конечно, имеются все положительные признаки, которые можно ожидать от правительства. У нас есть проект национального публичного реестра, который с помощью Bitfury перевел записи о правах собственности на блокчейн. У нас есть отдельные свободные промышленные зоны, созданные исключительно для объектов криптовалютного майнинга. Мы встречались с несколькими замминистрами. Мы также встречались с представителями агентства инноваций и технологий Грузии, которые построили технопарк. Это агентство, которое оказывает поддержку новым высокотехнологичным стартапам. У нас было интервью с местными представителями журнала Forbes, и мы подписали меморандум со свободной индустриальной зоной поти, которая принадлежит государству. Все эти агентства и государственные представители отзывались с воодушевлением и большой поддержкой о нашем проекте. В вашей белой книге сообщается, что у вас уже есть 10 крупных акционеров. Кто они? Или это большая коммерческая тайна? Мы зарезервировали 8 миллионов токенов для частных семейных офисов и инвестиционных фондов. Количество крупных частных инвесторов не является строго ограниченным. Но в настоящее время мы ведем переговоры с четырьмя такими семейными офисами. Они проявили интерес к нашему проекту на ранних этапах. Поэтому у них будет больше преимуществ по сравнению с другими инвесторами, которые присоединятся к нашему проекту на более поздних этапах. К сожалению, я не могу назвать имена на этом этапе, пока мы не завершили соглашение с ними. Какова гарантия успеха вашего проекта для потенциальных инвесторов? В первую очередь, у нас отличная команда, которую мы называем «золотой командой». Мы профессионалы с многолетним опытом работы в каждой из сфер нашей работы. Во-вторых, у нас дешевые тарифы на электричество. Стоимость 5,4 цента за киловатт-час. Более того, у нас работает свободный от налогов режим в свободной индустриальной зоне. И, наконец, Грузия является очень инвестиционно-дружественной страной. И у нас есть огромный опыт и поддержка со стороны правительства. Наши эксперты отмечают растущую популярность токенов Waves. Можете ли прокомментировать с технической точки зрения? Нам понравилась платформа Waves с самого начала, из-за ее простого пользовательского интерфейса, а также у нее есть встроенная биржа, что очень хорошо. Мы получали многочисленные запросы от потенциальных инвесторов, которые предпочитают токены Ethereum и ERC20. Так что мы, конечно, останемся на платформе Waves, но дополнительно добавим токены Ethereum и ERC. Таким образом, у нас будет ICO двойного блокчейна. На самом деле, мы уже их добавили. Наши основные токены будут на платформе Waves. Общее количество составит 100 миллионов токенов. Но мы также добавим, а точнее уже добавили токены Ethereum с резервом в 20 миллионов токенов в ответ на запрос от инвесторов. И на Ethereum у нас будет минимальный порог в 1 миллион токенов. И если он не будет достигнут, то сумма будет возвращена инвесторам. Было бы здорово услышать мнение о проекте Golden Fleece от первого лица в Waves. Можем ли мы взять интервью у Саши Иванова о вашем проекте? У нас хорошие отношения с командой Waves. Они уже добавили наш токен и дали нам зеленую метку на своей платформе. Кроме того, наше ICO рекламируется на их веб-сайте. Поэтому, конечно, мы можем договориться о том, чтобы сделать интервью. Расскажите немного о вашей команде. Наша команда состоит из IT-специалистов, разработчиков программного обеспечения, профессионалов инвестиционного банкинга и финансистов. Недавно мы приняли нового участника в нашу команду. Николос Хидурелли имеет степень D&B. В настоящее время он проживает в США и работает в сфере венчурного капитала. Он стал генеральным советником нашей команды. В первой половине сентября мы планируем принять MBA выпускника Гарвардского университета. Мы вскоре объявим об этом. В вашей команде есть эксперт по возобновляемым источникам энергии из Великобритании. Какова его роль в вашем проекте? Джордж Ванденберг — эксперт по возобновляемым источникам энергии. Он планировал создать большую солнечную и ветряную ферму в Грузии несколько лет назад. Но проект пока отложен по объективным причинам. Джордж в нашей команде ответственен за постройку солнечных и ветряных источников энергии. Они обеспечат долю солнечной энергии, необходимую для дополнения других источников зеленой энергии. Но мы также рассчитываем на расширение этой отрасли. И цифры могут увеличиться. Таким образом, мы планируем получить 10-20% энергии, поставляемой ветром и солнцем на нынешнем этапе. И будем стараться увеличить эту цифру до 50%. И напоследок, как нам известно, бесперебойная подача электричества гарантируется вашим проектом благодаря различным конструкциям. Но у нас есть классический вопрос от инвесторов. Как насчет стабильного интернета? На нашем объекте будет два поставщика интернет-услуг, страхующие друг друга. Мы провели переговоры с несколькими поставщиками, покрывающими свободную индустриальную зону. Они предоставляют оптоволоконный интернет, и мы выберем двух из них в ближайшем будущем. Большое спасибо, Вахтанг, за то, что уделили нам время. Большое спасибо. Желаем удачи вашему проекту и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин